Доброе утро, друзья! Мы продолжаем и у нас будет минутка, даже не минутка, и будет несколько прекрасного. Мы будем сейчас говорить о классных вещах. Дело в том, что на носу большой и хороший праздник Пасха. И символом Пасхи являются пысанки, они же крашенки. Все с детства помнили, как это был прекрасный процесс, когда вы с родителями варите эти яйца, красите, кто как умеет, дорисовывайте. Были там даже такие штучки-наклейки, когда одевали, варили яйцо и там уже красивое у тебя получалось. Но лучше, когда это сделано своими руками. И сегодня мы узнаем, как правильно украсить красиво, сделать крашенку или же пысанку. У нас в гостях Дарья Гнетецкая, специалист по пысанкасту. Это целое искусство, это в принципе не так-то просто, как кажется. И сегодня мы с вами об этом поговорим. Даша, доброе утро! Доброе утро! Расскажите, что конкретно такое крашенка? Она, понятно, что она является в первую очередь символ Пасхи, но что такое крашенка, что такое писанка? Взагалі писанка, она походящая с давних давен, люди вважали ее за оберегом и передавали ее своим близким, родным, как символ чего-то, когда хотели что-то побажать или просто подаровать что-то, то даривали саму писанку. Також люди еще верили, что писанка, она имеет символичное значение, является символом жизни. И ее закопывали в землю для того, чтобы вважали, что земля потім станет еще больше родящей и подарит еще больше дарей. То есть не просто писанка символизирует опаску, это еще символ жизни? Да. Я понял. Есть еще какие-то символики у писанки? Как оберег вона есть, как подарок. Подарок на счастье, на здоровье. Кожна писанка, вона не просто имеет свое изображение, а воно наносится с певной метою. Так само для желания чего-то. То есть в зависимости от того, как ты ее украсишь, какой месседж ты попытаешься передать мне, какое сообщение, тот смысл и будет нести. Кстати, друзья, у нас есть в студии телефоны. Если у вас будут вопросы, вы можете к нам звонить, можете задавать Дашу, она с удовольствием ответит. А мы продолжим пока диалог. Как появилась писанка? Насколько это давно было? Есть какая-то, может быть, история? То есть это мифы, легенды, истории и правды? Историй существует очень много и думки науковцев тоже расходятся. Но одна из таких историй, связанных с христианством, это когда распяли Иисуса Христа и кровь скапывала с Его тела на землю, Мария принесла краски. И когда кровь скапывала на них, они красили червоный колор и стали писанками. Она взяла эти писанки, понесла по всему свиту. И когда Христос воскрес, она давала всем детям, дорослим и сказала слова Христос воскрес. Так и пошла легенда, как бы и назвать, что когда мы даем писанку кому-то или просто, то скажем Христос воскрес. Вот оно, почему так происходит. Потому что в детстве понятно, что нам рассказывали, а почему, может быть, родители рассказывали, почему мы что-то не слушали, мы же детьми были. Нам интересен был сам процесс, а не история возникновения. Есть какие-то традиции в росписи крашенок? Придерживается их сейчас или нет? Так, традиции есть. Песенки расписывают саме в другую половину Великдня. Найчастіше это четверта и пятница. И писать мали жёнки, когда они их расписывали, они мали спочатку очиститься молитвой, постить и одежать сорочку и написать на одинце. Самый секрет, что писанка выйдет, которая магично матима свою силу, что жёнка писатима сама и никто не заважатиме посторонней. Ну и сейчас не так уже их не поддерживается всех этих традиций. Но в принципе четверо-пятницу писанки расписывают не до сих. Я понял. Есть какие-то виды писанок, непосредственно они разделяются? Это такие, это такие, это такие или? Так. Есть писанка, как мы говорим. Писанка – это когда есть специальный предмет, писачок, который набирает воск и мы уже наносим визерунок воском. Крашенки – это больше окрашены просто в какой-то кольор яйца звичайным барняком. Есть еще дряпанки – это когда крашивается яйцо одним кольором и потом голочкой тоненько визерапывается малюночок. Есть крапанки, когда просто точечками наносишь на малюночок и он уходит такой интересный, веселый, разнокольоровый. То есть зависит от того, как ты наносишь рисунок и какой рисунок ты наносишь. Так, каждый из этих видов, они что-то отдельное символизируют? Или вы все равно… Нет, они этот вид ничего не имеют. Ага, я понял. То есть все будет опять же таки зависеть на то, чего ты хочешь передать. Символ. Больше символ, больше колор имеет значение и орнамент, а не техника, как она выполняется. Я понял. Хорошо. Какие есть символы, которые используют при росписи и что они означают? И вообще есть ли эти символы? Ну, первое значение мает колор. Самый важливый колор – это червоный, это колор добра, колор любови, всего светлого, теплого, что у нас есть. Желтый – это символ солнца, символ тепла, что мы хотим подарить частинку своего тепла, мы его изображаем с желтым колором вписанку. Зеленый – это трава, весна, как бы здоровье, весняный, веселый. Блакитный – это небо, это первое здоровье, самое главное – это здоровье. И коричневый колор – это земля, родючие земли, богатство. И темные колори – это больше и идут в шану нашим предкам, если мы потом на могилку кладем их, або просто изображаем их темнейшими колорами. Это символ минулих наших предков. Есть еще какие-то секреты в песенкастве? Есть какие-то вещи, которых кардинально нельзя делать, а вещи, какие обязательно надо делать? Нет, таких кардинальных вещей нет, но что к орнаменту, есть геометричные орнаменты, есть рослинный орнамент, есть тваринный орнамент. Геометричный орнамент в каждый трикутник будет иметь свое значение, он наносится не просто так, и та самая крапочка тоже наносится просто так. Крапочка – это богатство, это наш вражай. Трикутник – это тоже родючие земли, богатство. И даже на символе дерева життя внизу зображается трикутник. Это вся наша родючесть, это земля, и не только земля, а и море, вода и все звери, которые живут там. Другий шар дерева життя – это больше, где рослини, тварини и мы, люди тоже изображают и людей, даже на писанках. Рослини – это, как мы знаем, наши, украинские, все рослини – это калина, дуб, дуб – это символ сили, здоровья, калина – это девочая краса, в червоне колори – это девочую красу. И на верхнем это находится наше светло сонце. Такие символы. Еще могут быть звери изображены, такие как оленя, кони – это чаще, но это больше используют на гусушене и на боковине этих зображений. Потом еще колись малювали змею. Все думают, что это плохой зверь, а негативный, но нет. Змея – это оберег дома, который даже вогнище домашнее несет. Также… Кстати, извини, что перебью, вот даже раньше очень часто, вот, когда выходишь с палаткой в лес, очень многие советуют ложить толстую веревку, какую-нибудь бечевку вокруг своей палатки обвивать. Насколько я знаю, это давно пошла вообще старая традиция, возле домов люди делали вот такой, ну, виточек делали из ниток и ложили вокруг домов. Во-первых, для того, чтобы не заползала змея, это делается, да, и чтобы всякие-всякие другие насекомые не заходили. А во-вторых, это тоже оберег, как ни крути круг, вот оно есть. Еще есть разные завитушки, такие закручивать, теж на пив змея, это теж идет, как пив змея. Как спиральки вот такие, да? Спиральки разные. Это теж символ оберега. Ну, это значит. Такой вопрос. Вот ты говорила, треугольник, символ родючасти. В многих культурах, допустим, треугольник, остроконечный, он же клинок, это символ мужского начала, перевернутый треугольник, символ женского начала. Можно ли при росписи использовать элементы из других культур, какие-то символы из других культур, или это будет считаться неуважением к нашей культуре? Нет, там нема такого, что вот цей символ — это наша культура, все символы, их очень безлеч, и они все несут какие-то свои значения. Нема такого отношения по культурам. Так само треугольник, так, он так само имеет такие же значения. И он также символом один из трех сфер. Три кута — это один из трех сфер. И так само треугольник до верху — это женачо — до низу человечества. А смотри, по поводу символики опять же такие. Используют ли руны при росписи? Руны же тоже являются частью нашей культуры, частично там местами. Используются ли руны или какие-то вот давние языки, какие-то позначки, вот такие при росписи? Используете или нет? Нет, больше такого. Ну, это очень редко. Шифры кодовые и таких вещей нет, да? Да. В целом, когда ты пишешь писанку, ты там не придешь, ну, ты не притриваешься, там, там, ну, надо молять цей знак, надо цей знак. Ты просто молюешь душею. Что ты хочешь изобразить — ты это изображаешь. А слова пишут на писанках или лучше только рисунками? Ну, пишут слова. А, как мы даже знаем, в сучаснице пишешь «Христос воскрес», такие релігийные слова. Не просто так, счастье, любовь, что-то доброе, позитивное можешь написать. Я понял, интересно. А как давно ты занимаешься писанкарством и почему вообще ты решила этим заниматься? Ну, несколько лет уже, так как я творчая людина, мне было интересно попробовать себя в разных сферах. И я побывала на майстер-классах Галины Володимировны Ямчинской. Это наш художник. Она работает в Житомирском университете имени Ивана Франка. И, будучи в ней на майстер-классах, мне очень понравилось. И далее начала всем интересоваться. Далее начала ей уже помогать в майстер-классах и знаю их проводить. А где у нас в Житомире можно прийти, ближе познакомиться с этим искусством и пробовать самому начинать? Потому что я бы с удовольствием этим занимался, но, как выражение есть, руки низкого места растут. Я не умею рисовать красиво и правильно. Может быть, научили бы меня как-то. Я не знаю, где сам вас найти, но можно узнать, я могу спросить людей, люди, которые этим интересуются, чем они могут вас научить, чем они могут это продемонстрировать, и как сам это делать. Ну, еще такой вопрос. Я, допустим, говорю, что я не умею рисовать, но, действительно, у меня не получается. Есть куча идей, какие я бы хотел изобразить на данной крашенке с большим удовольствием, но у меня не получается. И будет это уместным, если оно будет некрасиво нарисовано или я буду использовать какие-то принты? Ну, допустим, мне специально вырежут, кто-то сделает, а я буду это уже разукрашивать, как трафарет. Краще, конечно же, самому попробовать. Технология писанки, как бы, спочатку, малюються лініями наводить, что ты хочешь самому запросить, потому что это будет потом краще писать писачком. Спочатку лінію нанесли основное, что мы хотим. Например, мы можем красненько поделить на две части. Две частинки – это было поединение двух сфер, двух святей. Если мы делаем писанку на три частинки, это тоже имеет свое значение. Четыре, например, как поры-роки. Четыре поры-роки. Может, самое большее, это более 40 частинок на писанке. Это даже символом 40 дней, когда... Ну, по поминальной идее, 40 дней имеет значение. И когда ты уже нанес олевцем, то потом легче будет писать писачком. И сначала нужно нанести контури билой линей, которые будут наноситься билой линей, и потом только в первую краску опускаешь писанку. И вот она у нас покрасила, что она стала желтой, например. Это первое, это беремо самые яскравые кольори, желтые. Потом, какие мы хотим символы, чтобы у нас были желтые, или, например, дерево життя, солнце, чтобы оно... Мы замальовываем всю эту часть, которая должна быть желтым воском. Далее снова опускаем другую краску. Например, в розовую оно станет более оранжевым. Перекрасывается уже в другой колори. Те место, которое мы зафарбировали, оно залишится уже желтым. И ты так малюешь, малюешь, и как бы первый раз, как я пробовала, так малюешь, и ходит все страшненько, корявенько, думаешь, что что-то такое, ничего тоже не выходит. Но самый момент, когда ты в конце смываешь цей воск, и у нас есть такая яскравая, белые колени стоят уже белыми, и выходит просто краса. И когда у нас дети малювали таки маленькие, которые еще не умеют малювать и писать, они уже поставили цей крапочку по красу, и уже писанка стала такой яскравой, такой дичащей, такой гадной. Поэтому не имеет значения, что ты умеешь малювать или нет, а пишешь с душой. Ну и последний вопрос. Существует какой-то рецепт самой лучшей краски? Это смешно звучит, но у нас в семье по-своему делали краску. У нас у родственников по-другому, и у нас всегда были, ну не то чтобы ссоры, но вот перипетии. Вот лучше делать так или лучше делать так? Нема никакого рецепта, можно использовать как ему удобно. Наши предки брали фарбы и натуральные, и из рослин добывали, а сейчас у нас это очень просто. Мы берем, естественно, харчевые краски и фарбуем различными кольерами, а как наши бабушки используются цибулинья на вар, такие червовые, покрасить эти яйца, они выходят такие червовые, красивые. Красный цвет? Да. Грубо говоря, нельзя так, конечно, говорить, но красный цвет в тренде в этом плане. Спасибо большое, друзья. Вы убедились, что любой рисунок, который вы будете наносить, он в любом случае будет иметь какой-то символ, любой цвет имеет символ, и в одной маленькой пысанке вы сможете передать много чего, много чего полезного, пожелать. Это можно, это даже пожелание, это даже подарок в свою очередь. Поэтому разрисовывать крашенку перед Пасхой это не просто традиция, это хорошее занятие, особенно если вы будете с душой это делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА